Тень накрывает водную гладь, и ужасы возвращаются в тихие гавани. Держись, командир, тебе предстоят сражения с настоящими чудищами. Ведь World of Warships отмечает Хэллоуин с размахом, и каждую неделю тебя здесь ждут жуткие операции. Одна из них – сумеречная охота, ты будешь гоняться за трофеями, одновременно сражаясь против 16 противников. А по моей ссылке в описании новые игроки получат набор приятных подарков для поднятия боевого духа. Качай мир кораблей и стреляй! Продолжим. Это ничё. Сколько стоит? Ну, если с прицелом вместе, то 2800 примерно. Ой, ёлы-палы. А вот? Тоже неплохая. Она сколь? Она подешевше, но тут тактический приклад складной. В общем, 2300 сделаем. Коллиматор останется? Да, сэр. А если снять навороты, сколь будет? Ну, наверное, в районе 1600. А с хот-догами чё? Наверняка ж дешевле. Ну, вроде логично, но нет, кастомная она просто, так что тоже 2300 стоит. Ёлы, пушки сейчас такие дорогие. Да, сейчас их все покупают. Где денежек-то на всё найти? Хочу взять, но дорого. Надо бы бабла нарубить. Да, решайте, приходите. Принимаю любую помощь. Особенно деньги. Братан, может копье найдется у тебя, нет? О, спасибо большое. Борж храни, борж храни. Очень мне помог. Дверь подержите? Да, канеш. Да не ты ли это бабки просил? Нееет, не я, удачи! Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка. Привет с разрушительного ранчо. Ээто мой автомак 3, вы его раньше видели. Отличная пуха, стреляет 30-ым карбином, по идее винтовочный патрон, пусть и небольшой такой. Но для пистолета патрон огромный, и фаерболы он дает огромные. Одна из моих любимых пушек, огнем плюется здорово, и отдачи практически не имеет. Автомаг 5 уже под 50-ой аэ идет, это как от дезерт игла патрон. И по сути это диггл, только ну, такой страшненький. Тут отдача уже мощная, ствол из отвор даже с проточками. Тоже очень крутая пуха. Прикольная. Ээто.. просто револьвер в 44-ом магнуме, таурус рейджин булл, бешеный бык. А чего получится, если автомага скрестить 44-ым? понятно, это я для красоты так говорю, Мичурин тут ничего не скрещивал, но реально могло бы вот это получиться. это значит автомаг, который был у Клинта Иствуда в грязном гарри. Называется автомаг 44АМП, модель 180. Калибр значит 44АМП, а это, если кто не знает.. вот для сравнения, 44-ый магнум. фланцевая гильза тут, как у большинства револьверов. Вот закрайная, это не дает гильзе в барабан провалиться. Она же в самозарядках мешает патроны подавать. Поэтому автомаг разработали патрон 44АМП. он как видите абсолютно такой же, разве что фланца с магнума, на АМПшке уже нету. Поэтому называется он без фланцевым патроном. в общем 44АМП копирует 44-ый магнум, та же пуля, скоростью та же. но патроны подходят для самозарядок. автомаг 44АМП. очень большой ствол. Прям.. ну очень большой. размер ну как у дезерт игла, громадный. и круто он смотрится, и дурацки одновременно. выпускали такой где-то в семидесятых или восьмидесятых. давно значит его разработали. очень странный механизм. на задержку поставим. видите, такие направляющие сзади, затворище на виду. все это, чтоб поглощать энергию выстрелов 44АМП. ну и чтоб механизм работал и следующие патроны подавал. ох, кнопка очень жесткая. ёллы. вы ребят видели, пистолет этот в ролике с найджелом. воз него палил я еще ни разу, так что сейчас первый раз. сегодня для вас. сперва пожалуй 44-го пальну, чтобы почувствовать как он легается, а потом сравнить, сильнее или слабее отдача АМПшки. по идее, энергия пули одинаковая должна быть, а отдача слабее. потому что там буфер типа из механизма самозарядки. посмотрим. так, крепенько. теперь.. 44АМП. слабее или так же? блин, прям тяжело обращаться с ним. лады, первый выстрел. нет, патрончики прям очень мощные. ёллы. так, пауза, пошли мишеня, смотрим. вы ж видели, насколько он сильнее в мочи. 44 магнум. 44АМП. фаерболл с пистолета, крышесносный, а еще звуковая волна, бабах нереальный. и явно отдача раза в два сильнее, чем от магнума. мне нравится. на манекена не смотрите, его черед еще придет. хочу пару раз АМПшки дать. офигеть пушенце. блинский крот. так, чуть выше и правее бьет, о, клина словил. вроде нормуль. ёллы. свят, ты.. мне нравится. блин, пушка сумасшедшая. во, тут еще ствол немного ходит, по типу как на барретт. эт круто. блин, жискач полный. давайте еще раз, только терь побыстрей. как быстро стрелять, если ты клинишь. давай. грязный гарри, ищи другую пушку, это.. не лучшее. ёлки. всё равно нравится, но клинит немного. другие патрончики зарядил, попробую, может лучше заработает. странно, курок взведен, а спусковой крючок нет. опрос показывает.. нет, быстро он не стреляет. так взвелся, нет? о, вроде было. да, все ясно. кажись надо просто ствол вперед продвигать, щас вот так щелкнуло, и он взвелся. интересная пуха. 44 амп. патрон, сделанный чтоб имитировать мощу 44го магнума. только в самозарядном исполнении. в стреляющем от разок разу с кучей кленов. больно с одной руки, ведь так грязный гарри в кино стрелял. видите, снова не взвелся. ахо. да, теперь взведен, щелкнул. ёлый. блин, может его почистить надо. вроде чистый был. вот, видите? до конца не сел. а терь вот на месте. тут марш слабый хват виноват. потому что затвор до конца не отошел.. или нет. отошел, но патрон в магазине застрял. мы обнаружили примерно два десятка причин, по которым эта пуха может клинануть. отличный пистоль. самозарядный. вот я его блин сами заряжаю. ща вроде зарядился. ща вроде нет. кажись магаз неправильный. и патроны неправильные. а в основном неправильная пушка. а это автоматический магнум 44го калибра. очень серьезное оружие. если им правильно пользоваться, он может отпечатки пальцев вообще уничтожить. конечно, если не заклинит. вот и нет отпечатков. это наш друг винии. пух, тоже без штанов ходит. о чем у нас ролик, по идее? если манекен устоит. получили мы броники с истекшим сроком годности. пример бодиармор их прислали продавать, потому что их нельзя, через время броня приходит в негодность. поэтому только какое-то время бронепластинами пользуешься, и на них срок годности есть, как на пакете молока, например. иии мы хотим посмотреть, останавливает ли пули такая прокисшая броня. уровень тут 3а. должен до 44го магнума стопорить, то есть в теории и 44й амп тоже. посмотрим иссроченная, просраченная бромя пули рафрит. 30ый карбин, сперва им пальнем. он по идее может и пробить. пороха за пулей тут дофигища. вот 44ый магнум и 30ый карбин размером на него похож. по крайней мере длиной гильзы, хотя пуля конечно намного мельче. значит летит пуля очень быстро, вы огромный фаербол заметите из дула. есть шанс, что сразу пробьем. счааас вместе выясним. давайтека пару раз в сторону, пушка мне ну очень нравится. фаерболь еще просто шизоидный. и пистолет отличный. не клинит кстати. лады, теперь по бронику. как видите, поэтому мне пистоль этот и нравится. сюда попали, вот. чувствую, она пробила. упал тэк. ооо. остановилось. класс, покосало его просто. офигеть. значит пуля где-то в бронике, вот видно, что дырок сзади нет. ухты. надо тогда нам к пухе поздоровше двигать. время для 44-го магнума или 44-го амп. есть. с первого раза. так, прямо по жилету триа. глядя с какой энергией пули кидают манекен через стол. не хотел бы я маслину получить даже в жилетике. голову на бикрей свернула. кажется могло ее и словить. да, видать просто задний слой порван. а это просто ткань, ни кевлар никакой. ничего на кевларе нет. 44-й магнум не пробил. это хорошо. ухты, ближе, сюда снимай. отпечатки уничтожены. грязный гарри был прав. пришла пора пятидесяткой пальнуть из пятого автомага. это значит пятидесятый ае. мощнейший калибр. и бронька не обязана такое останавливать. посмотрим, сдюжит ли. ёлы. он все активней, назад отлетает. это я ножиком разрезал. да, тоже она внутри. а тут видите, внутренняя сторона, его значит грудной клетки. мне ничего не пробито. лады. пятидесятое, я тоже остановлен. время винтовки? 5.56. она точно прошьет. эй, затычка из уха выползла. плохие новости. это вход. и вот выход. 5.56 прошла насквозь. опа, просрочка фигня? нет, даже свежий жилет ее бы не словил. таки валяйся, дружок. пальнем 45ым аэмп по шлакоблокам. я думаю он первый, но не второй уничтожит. но тут их 6. пишите ставки в комментарии. если вы угадаете, я сам лично вышлю вам.. мысленный привет. спам проверьте. 44ый магнум, точнее 44ый аэмп, автомаг. пошла ко блоку. попали? ну офигеть же? пуля залетает, расфигачивает первый. а вот же она.. горячая, но эт медяха, а свинец где? вот немного, ну да, расплескался он.. по молекулам разбежался.. не задел второй шлакоблок.. ну вот вам и автомаг.. модель 180.. в общем по сути, что мы сегодня поняли.. это что автомаг сделали мою самую любимую пуху.. и самую нелюбимую тоже.. положим-ка его назад в коробочку.. закроем.. притворимся, что его нет.. закопаю в каком-нибудь ящике, будто его не было.. притворимся, что я его не покупал.. что у грязного гарри реально крутая и не клинящая пуха.. и мы её не тестили и не поняли.. что это куча хлама.. спасибо за просмотр ранчо, люблю вас! и до встречи! все просто, одно правило у нас на ранчо.. ни слова жене.. привет, мейсон! привет! рад видеть! я вот купил его недавно.. и решил вернуть наверно, сколь денежки можно выручить? ты возвращаешь пушку? да, возвращаю.. ага.. ну я ж не могу её просто забрать.. почему? может договоримся о скачухе, например.. ну давай сколь дашь.. а она чё, сломана? не, пушка нормально работает.. нормально.. все, в поряде, доверься мне.. а зачем возвращаешь? просто так.. хорошая пуха.. патроны там почти все.. их тоже отдаю за медь.. блин.. шесть сотен могу тебе дать.. лан давай